Доброго времени суток, уважаемые телезрители! На ваших экранах программа «За чашкой кофе». В эфире с вами я, Джамиля Насырова. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен профессиональному празднику спортивной журналистики. В гостях у нас сегодня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана, в прошлом ответственный секретарь газеты «Варзиш Спорт» Фаридун Солиев. Фаридун Солиев родился 15 ноября 1981 года. С детства имел большой интерес к спорту. В частности, его всегда привлекал футбол. Но о том, что он будет работать в этом направлении, у журналиста не было и мыслей. Таким образом, после окончания школы Фаридун поступил в экономический факультет, но в студенческие годы судьба привела его в газету «Варзиш Спорт». Это и было началом творческого пути нашего героя. С 2002 по 2011 год Фаридун проработал ответственным секретарем спортивного основного агентства «Варзиш Спорт». Далее, в 2011 году он стал пресс-секретарем столичного футбольного клуба «Эстиклол». Любовь к футболу привела Фаридуна к саму Федерацию футбола Таджикистана, где он работает с февраля 2012 и по сей день. Далее, в 2011 году он стал пресс-секретарем. Прежде всего, хочу спросить, кто такой спортивный журналист? Кто может отмечать этот праздник как свой профессиональный? Спортивный журналист – это человек, который работает на телевидении, радио, в социальных, в газете, на радио, в СМИ, может быть, блогером. Поэтому это человек, который мост между болельщиком и самим спортсменом, который передает болельщику те спортивные эмоции, которые спортсмен добивается как на внутренней, так и на международной арене. А какие эмоции у самого спортивного журналиста? То есть, каково это быть спортивным журналистом? Ну, как бы, это и почетно, с одной стороны, и как бы, хотя, как бы, мы знаем, что спорт, это вообще в новостях, это освещается в конце, если так взять. Но, тем не менее, эта спортивная журналист тоже играет огромную роль в деле, как бы, в деле популяризации здорового образа жизни. А чем спортивная журналистика отличается от комментаторства или от обычной журналистики? Ну, спортивная журналистика, это как бы спорт, это спортивная журналистика, это тот, что журналист, который освещает только спортивные мероприятия. Сам журналист, это уже другие, как бы, события, обобщенные события, это и социальные, это и политика. А спортивные журналистика освещают только именно спортивные мероприятия. А спортивные комментаторы могут считать себя журналистами? Да, это наше общее целое, потому что они тоже участники нашего спортивного, можно сказать так, праздника. А вы когда-нибудь пробовали себя в качестве комментатора? Было такое желание? Нет, как бы, я, мы люди, которые, как бы, так сказать, люди, которые остаемся за кадром. И я не, как бы, не пробовал себя в роли комментатора, поэтому это, я думаю, что это не мое, потому что наше дело, как бы, больше готовить публикации, информации. И именно в этой части я чувствую себя, как комфортнее. А какие качества или навыки нужны, чтобы стать хорошим спортивным журналистом? Ну, во-первых, это спортивный журналист должен хорошо знать саму специфику. Это не только футбол, баскетбол или волейбол, ну, те спортивные направления, которые он будет освещать. Но и хорошо изнутри должен знать, как бы, правила, нужно досконально изучать и, как бы, подходить ответственно к своей работе, чтобы, потому что это, как бы, мелочь, возможно, это мелочь, но люди, которые за кадром, телезрители, могут на это обратить внимание. Обязательно ли спортивному журналисту самому быть спортсменом, чтобы знать изнутри эту сферу? Конечно, если он бывший футболист, работает, разбирается анализом на телевидении, на программе, то это, конечно, большой плюс, потому что он знает футбол изнутри, он знает эмоции, хорошо изнутри саму кухню футбола. Но, тем не менее, есть люди, которые также хорошо и глубоко знают сам спорт. Не являясь спортсменом? Не являясь спортсменом. Как думаете, эта профессия мужская или может девушка тоже справиться не хуже? Ну, я думаю, что он может справиться не хуже. Есть такая возможность. Есть такая возможность, потому что, как бы, у нас гендерное равенство, и мы не должны, как бы, отделять девушек от спорта. По своему образованию вы экономист, насколько нам известно, и в течение своей карьеры вы пробовали себя во многих сферах. Почему именно спортивная журналистика? Что вас привело к тому, что вы остановились на этой профессии? Ну, любовь к футболу, это, прежде всего, привело меня к этой работе. В 2002 году, будучи студентом третьего курса отделения «Бухчет» Российского и Таджиославянского университета, как бы, появилась возможность проверить себя, начинать в газете «Вардзиш спорт». Именно первые шаги свои я делал в этой газете. Начинал работу от простого корреспондента, потом уже была работа заведующим отделом футбола газеты, и далее уже ответственным секретарем. Были случаи, когда иногда, когда наш редактор по уважительной причине не смог выходить на работу, то приходилось и выпускать газету. То есть карьера спортивного журналиста началась именно с газеты «Вардзиш спорт». Совершенно верно. Кто был вашим наставником, кто поддерживал, кто помогал, кому вы сегодня можете сказать, что благодарны? Ну, в первую очередь, когда я пришел на работу в 2002 году, то редакторами газеты были Набиджон Юсупов и Шамсидин Насреддинов. Именно эти люди, у которых я делал первые свои шаги в спортивной журналистики, под началом которых я работал. Далее уже, через год уже сменился, как бы, редактор газеты. Набиджон Юсупов ушел в газету «Азия плюс». Шамсидин Насреддинов тоже в другую газету. Редактором газеты был назначен Сайфидин Караев, очень большой тоже ас в этой деле. И мы с ним проработали почти восемь лет, восемь-девять лет. И очень много чего я получил от него. И как бы он в деле становления сыграл огромную роль. Кроме того, я хотел найти Владимира Васильевича Фролова, который был редактором-консультантом нашей газеты. Он, как бы, помогал нам, молодым журналистам, изучать ту иную специфику спортивную. И было очень много. Это я бы хотел также отметить. Хайдар Шодиева, Сайдон Назарова, всех ребят, вместе с которыми я работал. А каким из своих материалов, которые вы писали для газеты или других, для других источников, вы сегодня можете гордиться? Очень было много материалов. Я также хотел бы, было у нас в 2001 году такой случай. Как бы это не материал, но немножко отойти от тем же журналистикой. Когда я работал параллельно в 2001 году, я также работал пресс-секретарем футбольного клуба «Секол», медиафицером клуба. И был случай, когда наша национальная сборная по футболу уступила Сирии в отборочном квалификационном раунде. Был такой случай, когда за сборную Сирии играл игрок, который был заигран за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы. И этот игрок принимал участие в игре с нашей противонациональной сборной. Когда наша сборная не смогла выйти в следующий квалификационный раунд, поступила информация от коллег из других стран, что этот игрок был заигран за другую сборную и не имел права выступать за сборную Сирии. Тогда мы обратились в федерацию футбола Таджикистана, тогда я еще не работал в федерации, с просьбой обратиться в ФИФА, ФИК, чтобы провести расследование об этом игроке. Был шанс, что наша сборная пробилась бы в следующий раунд. Так в итоге случилось. ФИФА засчитала сборную Сирии технические поражения со счетом 0-2 по итогам двух игр. Наша сборная вышла в следующий раунд. Это было в августе. Мы тогда в итоге выступили в одной группе со сборной Узбекистана, Японии и Северной Кореи. Северная Корея, кстати, тогда годом ранее выступала на чемпионате мира. И они играли в одной группе с португальцами. Если помните, счет был. Если не изменять счет 0-7. То есть гранды, такие гранды азиатского футбола, может быть, наша, как бы, не буду себя хвалить, наша частичка тоже в этом деле сыграла роль, что такие сборные приехали в итоге в нашу страну. Да, действительно, проанализировав ваши материалы за этот период, 2006, 2007, 2008, можно заметить, что ваше основное направление – это футбол. Тема, про которую вы в основном пишете – футбол. Именно эта любовь вас сопровела в федерацию? Или что послужило причиной? Само собой это футбол, потому что был конкурс в газете, как бы, мы… Нужно было отгадать исход матчей, как бы, мы игры чемпионата Таджикистана и России, мы заполнили анкету, как бы, заранее, что такое-такое-то. И в итоге я выиграл приз, это тогда был 10 Самани в 2002 году, когда пришел забрать свой приз, тогда я обратился к своей газете, что нужны ли вам молодые, начинающие, юные, как бы, ребята, которые могли вам помогать. Даже хоть и на первых парах, хотя без гонораров, мы так и работали. То есть, получается, вы не из спортивной журналистики пошли в футбол, а благодаря футболу пришли в спортивную журналистики. Совершенно верно. Именно любовь к футболу привела меня к спортивной журналисти. Не знаю, может быть, если бы не футбол, то сейчас бы я работал где-нибудь экономистом в какой-нибудь организации. А к чему вообще такая любовь к футболу? На чем это основано? Может, в семье футболиста, может, любовь с детства? У нас в семье никто профессиональным футболом не занимался, но как бы мы во дворе играли сами. Я был, кстати, и начинал игры на подачу, но потом уже перешел на позиции голкипера. Когда уже играл, играли на любительственном футболе во дворе, само собой, смотрел футбол, любил, смотрел чемпионат России, параллельно команда Шодмон, Гесар. Я сам родом из Гесара, и поэтому палил за команду Шодмон, Гесар. Потом уже команда уже в начале 2000-х, команда называлась Фарух Гесар. И как бы те вот сейчас... Я иногда вот Рахматулов Узайлов, нынешний главный тренер команды, кто ж. Я помню, в 2001 году, он когда выступал за «Шинник» Ярославля, был турнир в Гесаре с участием... Очень много тогда выступало... У нас очень много тогда было легионеров, которые играли в чемпионатах Белоруссии и Казахстана. И как бы там выставочный турнир был с участием многих команд. Рахматул Фудзай, как бы для меня, когда я помню его гол в московском «Спартаку», он очень такой был игрок. Я подошел после матча, взял у него автограф, и как бы для меня это было... Как бы чувство гордости, что такой-то наш соотечественник, выступающий этап, приехал к нам в Гесар. Потом уже как бы... Мы даже были такой случай, что мы были с детьми, когда стояли сзади воротами, подавали мячи футболистам, которые сейчас играют, сейчас с тренерами, это Рустам Хаджаев. Они играли тогда в шот-монгесар, в 1994-м годах, это хорошо помню. Альдин Турдиев, который сейчас главный тренер юношеской нашей сборной Таджикистана. Многие... Много было... Много те игроки, которые сейчас именно тренерами, хотя, может быть, меня-то они тогда не знали, но сейчас уже как бы с ними уже непосредственно близко работаем. Пардон, давайте теперь поговорим о деятельности, точнее, поговорим о жизни спортивного журналиста или журналиста за кадром. То есть, какой вы в рамках семьи, какие у вас увлечения, хобби? Хобби, как бы... У меня очень часто... Я увлекаюсь статистикой, потому что для меня и... Как бы собираясь статистику, игры, выступления наших сборных, клубов, потом это у меня увлекаюсь статистикой. Как бы наша работа такая, что работаем мы... 7 дней в неделю, как бы свободного времени почти не бывает. Дети, как бы, иногда приходишь с работы, делаешь с ними уроки, но как бы... Больше... Все вовлечено в работу, потому что все-таки наша работа такова, что именно спортивные, футбольные мероприятия проходят в субботу, воскресенье. Это выходные дни, это игры национального чемпионата, игры других. Потом начинаются международные матчи, то уже вовлечен в работу, подготовкой к играм национальных сборных, кубков. Поэтому... тем не менее, слава Аллаху, само собой, семья, это... работа работает, но семья тоже играет огромную роль, потому что в деле воспитания детей у нас тоже остается время, что-то с ними работать. Если ваши дети решат тоже пойти по вашим стопам, выберут футбол или спортивную журналистику, вы их поддержите, как отец? Естественно. Самое главное, чтобы воспитать хороших детей, и самое главное, они приносили пользу нашему нашему обществу, нашей республике. Как вы отмечаете праздники или вот праздник, который был на днях День спортивного журналиста? Ну, как бы, хотя это профессиональный праздник, тем не менее, это работа есть работа, потому что вышел на работу, вернулся поздно вечером, но тем не менее, как бы, профессиональный праздник, но тем не менее, работа есть работа. Был несколько лет назад по приглашению олимпийского комитета Таджикистана мы спортивные общие журналисты в Таджикистане собирались по приглашению Нарзлова-Типова от президента ассоциации спортивных журналистов Таджикистана. Мы выезжали в Варзоп, несколько раз были тогда соревнования, проводили мини-конкурсы по плаванию, играли в футбол, но, к сожалению, почему-то два-три года уже как бы редко собираемся с коллегами из других изданий радиотелевидения. Поэтому нужно на верстату упущенные в будущем. Проводить больше таких мероприятий совместно. Потому что тимбилдинг нужен, потому что больше объединяет коллег. Ну, мы тоже, как вы, желаем, чтобы побольше было мероприятий, которые собирают коллег, людей одной сферы. Фаридон, что бы вы хотели пожелать завершения нашей программы своим коллегам? Ну, в первую очередь, я хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы семье у них было достаток, всем благополучия, успехов, творческих успехов, и всего самого молодого вчера. Вам желаем того же. Спасибо большое за участие. Спасибо большое телеканалу «Вардзиш» за приглашение принять участие в вашей интересной передаче. Спасибо. Друзья, напоминаем, что Международный день спортивной журналистики ежегодно отмечается 2 июля. В гостях у нас сегодня был пресс-секретар Федерации футбола Таджикистана Фаридун Солив. Ну, а с вами мы не прощаемся. До следующих встреч.